Знакомство с историей страны в разных форматах. Экскурсии в Центр народной культуры и интеллект игры, посвященные государству российскому, будут проходить в Вологде. Это продолжение работы, начатой в рамках Духовно-просветительского форума «Вера государства культура. Выбор на века», который прошел в областной столице в октябре. Его позитивный опыт организаторы решили активно применять на практике. Как молодежь Вологды приобщается к многовековому национальному достоянию, расскажет Егор Канавин. Песни, поклоны и украдка, и лукавый взгляд из-под платка. На Руси именно так в хороводе девушки и парни знакомились, оказывали друг другу знаки внимания. Для каждого района области характерны свои уникальные напевы и обряды. Участники военно-патриотического клуба молодежного центра «Горком-35», которым и рассказывают сегодня о традициях русского севера, тоже встали в круг. В целом можно увидеть все, как жила наша русская деревня, как проходили праздники, разные вечерки. Патриотизм зиждется как раз на знании своей национальной культуры и культуры своего малого локуса, региона, то есть Вологодчины. Знакомить молодежь с традиционной народной культурой – это одна из рекомендаций участников второго духовно-просветительского форума, который прошел в Вологде в октябре. Всего на нем работали четыре интерактивные площадки, где обсуждались темы веры, государства и культуры, в том числе исконные традиции, как основа каждого народа и знания истории своей страны. С конца 15 века начинает появляться на печатях московских князей. Его неотъемлемые атрибуты – скипетр и держава, олицетворяющие государственную власть и единство. Это двухглавый орел, и тот, кто дал верный ответ, еще на шаг приближается к победе в интеллектуальной игре «Эрудит квартет», которая прошла в Центре по работе с населением. Интеллектуальное соревнование между учениками 3-й и 41-й школы, напоминающее телевизионное шоу «Своя игра», было посвящено российской истории и становлению нашего государства. Очень нужно знать историю своего государства, историю своей страны. Мне кажется, что это наше великое достояние, достояние России, и мы должны об этом помнить, гордиться этим. «Эрудит квартет» – это еще один позитивный опыт духовно-просветительского форума, в рамках которого это молодежное интеллектуальное дерби состоялось впервые. Участникам такое соревнование понравилось, и организаторы решили проводить подобные игры регулярно. После форума мы опросили ребят, которые участвовали в этой игре, и поняли, что им понравился формат игры, что он был очень интроактивный, что они узнали много нового. И мы решили, что этот формат достоин того, чтобы провести его в каждом микрорайоне нашего города. Продолжение такой духовно-просветительской работы – это часть итоговой резолюции форума. В нее также вошел целый блок, посвященный активной гражданской позиции вологодской молодежи. Проявить ее смогут все желающие уже 26 ноября на заседании дискуссионного клуба исторического факультета Вологодского госуниверситета. Разговор пойдет о роли России в глобальной геополитической обстановке в мире. Встреча начнется в 17.00 в аудитории номер 39 по адресу Проспект Победы, 37.